Я думаю, что касательно, если переходить уже к вопросам, которые адресованы были, которые поставлены были перед этим собранием, касательно первого вопроса, мусор. Ну, понятно, что у нас после того, как перестало действовать решение о самообложении, проблема стала достаточно остро, проблема сбора и вывоза твердых бутылых отходов, в общем-то, достаточно остро, если не сказать, что на сегодняшний день одна из самых таких актуальных проблем, связанных непосредственно с жизнеобеспечением людей. Проблема здесь не только в том, что перестали там собираться денежные средства, самообложение, проблема в большей степени в том, что если люди, проживающие в многопротивных домах, они привыкли к тому, что сборный вывоз твердых бутылых отходов – это коммунальная услуга, за которую они уже привыкли платить организациям, которые осуществляют это, то частный сектор у нас, к сожалению, к этому пока еще относится как-то насторожен. То есть у людей зачастую встречаемое непонимание, почему мы должны за это платить, и почему это какая-то платная услуга и должна оказываться на возмездной основе. Ну, тут, я не знаю, здесь, конечно, с нашей стороны работу нам необходимо проводить, эту работу по организации вот этого процесса, по упорядочиванию этого процесса. Пусть пройдет это, конечно, достаточно долго и достаточно проблемно с какими-то бюрократическими проволочками, с организацией договорной работы с населением, с улицами, но, тем не менее, заниматься этим, конечно, надо. Что касается контейнерных площадок, действительно, большое количество контейнерных площадок, и их распространенность, это не есть хорошо, это, в общем-то, очаги загрязнения, как сказал уже Геннадий Павлович, это очаги каких-то стихийных свалок, но однозначно, что они, какое-то количество, но вот этих контейнеров, площадок, оно должно быть. То есть вот пусть в этом году мы поставим 4 площадки, ну, 4-5 площадок установим. Я думаю, что на этом мы ограничим количество контейнерных площадок. Ну, здесь наша задача, моя лично, следить за тем, чтобы эти площадки, они, в общем-то, надлежащим образом содержались. Чего, к сожалению, не было вот на улице Глазырина, уже вышеупомянутой, в районе Северстехни. То есть, если в летнее-осеннее время прошлого года как-то более-менее за ними не следили, то зимой, к сожалению, под слоем снега, может быть, это не так все было видно до момента вытаивания, но надлежащего ухода не было. Сюда же можно отнести и проблему предпринимателей, проблему торговых точек, которые, в общем-то, заключают договоры на вывоз мусора только для того, чтобы получить какую-то лицензию или какое-то разрешение на продажу каких-то определенных видов товаров, а в темное время суток, когда, в общем-то, достаточно бесконтрольно это все происходит, берут и просто вывозят все свои отходы на такие же вот контейнерные площадки. То есть, даже учитывая, что достаточно много людей везло туда свой мусор, такого скопления, того, что мы видели, когда буквально меньше, чем за сутки наполнялись эти пять контейнеров с горой, и вокруг них образовались кучи мусора. Понятно, что этот мусор от каких-то там торговых точек, от магазинов и так далее. Здесь, конечно, нам нужно было очень серьезно поработать. Вот сейчас все три организации, у кого есть мусоровозы, они нам информацию актуализируют, предоставляют. У кого из... Ну вот у всех... Все мы, так скажем, собрали все торговые предприятия, всех этих индивидуальных предпринимателей, кто розничной торговой занимается. И, в общем-то, сейчас смотрим, у кого из них заключены договоры. Ну, договоры у них заключены, не у всех, можно сказать. У кого действительно... Кому действительно эта услуга оказывается, и кто за нее действительно платит. То есть у кого эти договоры работают, у кого эти договоры только, так скажем, для какой-то там разговорки или там отписки. Будут составляться административные протоколы. Ну, с населением, конечно, с населением работать будет намного сложнее. То есть частный сектор, люди, которые не привыкли платить за сбору... Даже когда действовало решение о референдуме, то есть платили далеко не все люди со временем, там, после первого года действия референдума понимали, что если даже я свои 200 рублей не заплачу, то машина-то все равно по моей улице пойдет. Даже если там я не заплатил, то заплатил соседму. Или через два, через три дома. Собираемость-то была, в общем-то, выше 60% она у нас не поднималась. Последний год она вообще была там порядка 40%. Иначе тут понятно, что неприятно будет действовать здесь мерами административного воздействия, но так или иначе протоколы составлять придется. Из-за ненадлежащего содержания пенловых территорий у частных домов, из-за какую-то свалку мусора несанкционированного. Сейчас вот мы приобретаем два комплекса автономных, которые там устанавливаются где-нибудь в местах, где мы видим образование вот этих свалок несанкционированного. В первую очередь мы сейчас вот хотим отследить кладбище, потому что ужасная там картина. И причем, не знаю, место захоронения, место, которое должно содержаться в чистоте, и оно у нас, в общем-то, превращается в стихийную свалку. Вот эти два комплекса стационарных, они будут такими нашими скрытыми помощниками, что в выявлении вот таких людей, кто строил эти свалки, свалил от мусор. То есть, однозначно, надо налаживать работу с людьми, налаживать процесс вот этого сбора и любого функции. Нет, вот, ладно, ходим прямо подороги. Будет веявление, будет это не стечисто. Здесь, наверное, нашей основной, так скажем, проблемой нельзя здесь говорить, конечно, на пенять на отсутствие средств, на отсутствие денег в бюджете. Понятно, что их не хватает. Здесь, может быть, стоит сказать о том, что вот эти областные, все областные субсидии, которые выделяются на ремонт дорог, на ремонт дворов, они выделяются на ремонт, в основном, в частности, субсидия на ремонт уличной дорожной сети, она выделяется на ремонт именно проезжей части. То есть, к сожалению, великому, хотя иногда может быть и стоит пожертвовать на какой-то мере проезжей части, но потратить на эти областные средства, областные субсидии на ремонт дворов, хотя они того требуют, может быть, ожерны. В некоторых случаях в большей мере, чем величина на дорожной сети, но мы, к сожалению, не можем. Проблемой также являются и плотность застройки на некоторых участках. То есть, например, улица Эндриса, дорога на Великое поле, которая достаточно оживленная с точки зрения пешеходного движения, но в силу того, что там так исторически сложилось, что там строительство, застройка огородами и так далее, пройти бывает достаточно сложно, и тротуары там сделать просто физически уже, места нет. Так же и в случае с улицей коммунистической. Что здесь мы сможем сделать? Понятно, что установка знаков ограничивающей скорости, указывающих на появление детей. Установка знаков, она здесь прятая, прятаясь по всему положению, потому что установить-то мы эти знаки не установим, но кому-то еще надо контролировать соблюдение требований этих знаков. То есть здесь, может быть, иногда даже и хвощик, как вот здесь вопрос поставлен, что проще дать штранс, чтобы идти по прежней части, нежели контролировать, допустим, знак ограничивающей скорости на 40 км в час. Хотя это же улица коммунистическая, там, покрытие дорожное достаточно хорошее, оно позволяет нам большую скорость. Но, к сожалению, контролировать здесь... Проще, да. Пешеход идет межрение, его проще понимать, оштрафовать за то, что он идет по дороге, нежели померить скорость. Но здесь вопрос, опять же, контролирующая структура, которые сегодня, к надзорным органам контролирующая структура вопросов этих задовалось достаточно, но... К сожалению, существует даже нам, бывает трудно получить на вот эти вопросы ответы. Приклють дорогу по дворах аптечного дома. Ну, здесь я, наверное, объединю два вопроса об устройстве территории, где это пятиэтажных домов и вот это ограничение проезда. Значит, у нас много вопросов задается, когда все-таки уже начнется ремонт вот этих бедомовых территорий, о которых в газете писалось. С учетом того, что необходимо нам еще провести дороги, необходимо, в виде юридической момента, в точке зрения, заключение соглашения на предоставление субсидий, я думаю, что мы начнем этот ремонт не позднее, чем в конце июля. То есть, июль, июль, август, время, когда нам действительно самое время делать, проводить вот эти асфальтовые работы, я думаю, что мы в пик вот в этот... сделаем, 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 то есть, тянуть там до сентября, апреля, как это было... Не только у нас, но и там на региональной трассе и так далее мы не будем. Ну и вот уже после того, что... После того, как будет обустроена территория, в том числе пятиэтажных домов, вопрос, наверное, нам с управляющей компанией надо совместно решить о том, где и как, с точки зрения безопасности, лучше ограничить проезд, потому что даже сейчас, если даже сейчас эта проблема стоит, когда, в общем-то, проехать достаточно сложно, в силу того, что там в пятиэтажках очень такая разрушена все, и пройти к аптеке по тем и по этим ужинам достаточно сложно. То есть, если там будет, в общем-то, у нас хорошее, отремонтированные проезды, сквозные, там, судится, юбилейные на улицу, Смирновые и так далее, то там, наверное, действительно стоит задуматься над тем, чтобы ограничить движение... Там это сквозный проезд, они просят закрыть сквозный проезд, чтобы через эту арку не ездили по двору, иначе дети гулять невозможно. Там пока я сам жил в пятиэтажках, я пока вижу, что там... Пока там какой-то такой проблемный остров, стоящий в силу того, что там, ну, просто сложно проехать, что там уже дороги-то не осталось. О каком-то там объезде через арку, наверное, говорить сложно, но вот когда дорога была подремонтирована, там вот эта проблема на острове очень-очень остается в смысле. Безопасность детей, безопасность просто людей, которые там проходят, будет несколько таких способов. Потому что культура у нас, культура водителей, к сожалению, достаточно низкая. По, значит, по радио, по проводному радиовещению, к сожалению, здесь добавить нечего. То есть позиция, позиция Ростелекома подобным же образом была изложена и нам. Администрация района писала вот такой же запрос. То есть, в принципе, то же самое, что было отвечено на имя прокурора района, заместителя прокурора было отвечено и на шаг. Когда приезжают они к нам, то есть в устных беседах они дают понять, что восстанавливать теперь эти линии, которые были разрушены и во временем лагана, и до него, нецелесообразно. С точки зрения, с экономической, в первую очередь, опять же, с точки зрения, то есть им невыгодно. Абонентов с каждым годом становилось все меньше. Может быть, действительно стоит, как Виктор Небывай сказал, стоит обращаться куда-то выше, просить какого-то, уповать здесь не только на то, что люди лишены каких-то, дать какого-то радиовещания, но и все-таки на то, что оповещение в случае чрезвычайной ситуации у нас здесь будет, будет очень страдать, то есть сложнее намного оповестить людей посредством какой-то мобильной связи, о чем сейчас говорится, что якобы будет возникать какая-то чрезвычайная ситуация, и сразу всем у нас на мобильный телефон и будут приходить смс-сообщения о том, что там где-то что-то произошло. Пока это все у нас тут не на грани фонтеста. Более удобного, на сегодняшний день у нас более удобного способа, чем это было с помощью проводного радио, оповестить людей о какой-либо чрезвычайной ситуации сложнее. Даже проезжая по улице, используя машины с громкоговорителями, это не столь эффективно, как радио. Вопрос, значит, о трубах, которые должны служить отопительной системой от центральной котельной до микрорайона ЧХМ, которые у нас здесь окрестили памятниками системе ЖКХ. Даже присвоили уже фамилии некоторых должностных лиц, в чье время начиналось строительство этих трубок. Значит, в 2005-2006 году, когда закончилось возведение недостроенной системы отопления, недостроенной какой-то раз строительства, добилось за счет областных средств, то есть по областной целевой программе. И, в общем-то, те средства, которые были выделены в рамках одного календарного года, на ту часть, которая закончена была, они были освоены. И о дальнейшем выделении областных средств, то есть на окончание, на подключение к котельной уже на запитку этих сетей речи почему-то не шло. Значит, на сегодняшний день нам передают, то есть в администрацию города передают затраты вот эти, которые были понесены. Но пока мы тут, значит, все-таки надеемся, что закончим мы вот эту теплую трассу, либо, не знаю, и речь пойдет тогда о демонтаже. Оставлять этот памятник, который в том тип, вид вот этой исторической части города в таком виде, в таком он есть, нельзя. И вот сейчас мы начали работу вообще проводить, организация теплотехника, и с первого она нам проводит вообще расчет, насколько целесообразен, вот, целесообразна вот эта теплотрасса, целесообразен такой диаметр, который, ту, который вот здесь используется. То есть диаметр этот позволит, с большим запасом он взлет, так скажем. То есть если у нас там, если бы у нас продолжалось, там развивалось строительство где-то вот в части черелушек, жилых домов, какой-то массового строительства, то тогда, может быть, этот диаметр и был бы оправдан. Но пока вот мы ждем заключения от них, ждем, какую сумму они нам озвучат, для того, чтобы закончить и запитать вот эту теплотрассу. Ну а дальше уже будем стараться изыскивать средства, в первую очередь.